Еще мальчишкой он чувствовал, что проживет яркую, красивую жизнь, такую, как в заграничных фильмах. Он ощущал в себе талант и почему-то был уверен, что станет знаменит. Уже в 19 лет воспитанник Бакинского Невчи получил приглашение из сборной страны, возглавляемой Николаем Морозом, а в 20 поехал на чемпионат мира в Англию. На Маракане он забил гол, которому аплодировал сам Пеле. О лучшем нападающем в истории азербайджанского футбола Анатолий Банишевский в нашем материале. Французская пословица гласит «Поэты рождаются в провинции, но умирают в Париже». В случае с Банишевским это высказывание себя не оправдывает. Центральный нападающий начал карьеру в Баку. Там же он ее и завершил. Несмотря на то, что за те 15 лет, которые он блистал на полях разных стран мира, ему неоднократно поступали предложения из Москвы и Киева. «Уверен, это было правильное решение. В Баку меня любили так, как больше нигде не смогли бы», — сказал в одном из последних интервью нападающий, у которого дебют в сборной СССР состоялся в 19 лет. Выбор Николая Морозова оказался очень удачным. Молодой форвард в восьми первых играх забил семь мячей. Один из голов, забитых на Маракане сборной Бразилии, причислен к шедеврам мирового футбола. К сожалению, история не сохранила кадров этого уникального гола, который был забит головой метров с 25. Историки также не могут сойтись на дистанции. Некоторые источники утверждают, что удар был нанесен даже с 40 метров. Вообще, игра головой всегда была сильной стороной бакинского пижона. Такой эпитет он получил за внешний вид. Высокий блондин всегда был объектом интересов молодых девушек, но женился он один раз и сохранил семью до конца своих дней. На чемпионате мира в Англии сборная СССР заняла четвертое место. Панишевский был признан одним из лучших футболистов турнира. Немецкая фирма «Адидас» предложила ему контракт на полмиллиона долларов. Но Федерация футбола СССР категорически запретила Банишевскому контактировать с представителями компании. Ранний закат его карьеры начался в 1972 году, когда сборная СССР в финале чемпионата Европы проиграла команде ФРГ-03. После этого матча главной целью Банишевского было забить 100 мячей в чемпионате Советского Союза. В Ташкенте при счете 5-0 в пользу Пахтакора он решился исполнить 11-метровый удар. Этот гол мог стать сотым в его карьере, но, увы, забить не получилось. Этот случай сильно повлиял на нападающего. Ему понадобилось еще семь встреч, чтобы добраться до нужной отметки. В клуб Григория Федотова он вошел с помощью Искандера Джавадова, который откатил мяч партнеру в ситуации, когда сам мог забивать. В 1978 году Банишевский ушел из большого спорта и стал тренером Невчи. Команда переживала не лучшие времена. Он делал для нее все, что мог, но через два года ушел со скандалом. Его обвинили в том, что он приобрел вне очереди мебельный гарнитур, который он и в глаза не видел. Доказывать абсурдность таких попреков не позволила гордость. Стал тренировать команды в провинции. В 1992 году его пригласили в Африку тренером. И хотя уже в это время у него начались серьезные проблемы со здоровьем, он согласился. Вернулся в Баку через год. И, встретившись в тот же день с женой Саидой, сказал «Я умирать буду. Буду с тобой».